Добро пожаловать! Я Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из варнинской студии EatGlob. Бразильские исследователи из агрономического института Кампинос в процессе поиска улучшения качества кофе открыли кофе с экзотическими вкусами и запахами, напоминающими розмарин, эвкалипт, мяту и другие специи. Внимание исследователей было сфокусировано на улучшении производительности и устойчивости к болезням. Но недавний переход потребительского спроса от традиционного к особенным видам кофе побудил их начать селекцию сортов и технологию обработки после сбора урожая. Благодаря открытию экзотических сортов вскоре потребители смогут наслаждаться кофе с необычным, но природным ароматом, без необходимости добавлять искусственные ароматизаторы. А ценность продукта сможет убедить многих потребителей, употребляющих натуральные ингредиенты в своем рационе, заплатить любую высокую цену. Вторая наша новость о новом топливе, которым будут заправлять лондонские двухэтажные автобусы. К марту следующего года почти 3000 из 8900 культовых красных автобусов Лондона будут работать на более чистом топливе под названием B20, которое производится путем смешивания дизеля с возобновляемым биодизельным топливом, изготовленным из растительного масла и отходов переработки мяса, таких как жир. По данным городской администрации, данный способ гораздо более экономически эффективный в борьбе за снижение углекислого газа в Лондоне, так как не нужно производить изменения в конструкции автобуса. Смена вида топлива сократит ежегодные выбросы углекислого газа в городе на 21 тысячу тонн. В соответствии с новым договором, 240 миллионов используемого топлива будут снижены до 80 миллионов литров нового экологичного топлива. Ну а последняя наша новость о бактерицидном полимере, способном продлить срок годности и уменьшить количество вредных бактерий, размножающихся в упаковке пищевых продуктов на 97%. До сих пор упаковочные компании боролись с данными микробами с помощью серебра или наносеребра, оба из которых, как полагают, токсичны. Кроме того, эти материалы обычно используются только в качестве пленки, чьи функции ухудшаются с течением долгого времени. Голландский стартап Parks Plastics придумал решение для создания антибактериального лотка для мяса, птицы и рыбы, который не содержит никаких вредных элементов. Напротив, его изготовление использует природный минерал цинк, который необходим для правильного функционирования человеческого организма. В данный момент упаковки будут производиться в Турции, но, как знать, может, скоро они будут использоваться по всему миру. Это все на сегодня. С наступающими вас праздниками и до понедельника!